Вы что, правда думаете, что Достоевский писал свои романы с разных людей, вот он встречал кого-то похожего на Раскольникова, на Порфире Петровича? Нет, он свои внутренние проблемы, те, которые чувствовал в своей душе, выражал с помощью, в том числе и каких-то попавшихся ему в газетах, как в случае преступления и наказания, событий. Но дело ведь в том, что эти события вовсе не сопровождались той страшной рефлексией и тем вообще потоком философских размышлений, которые есть у героев преступления и наказания. Хотя основа на этом, это известно на заметке газетной о соответствующем преступлении молодого студента, который действительно убил то ли проценщицу, то ли проценщика, я сейчас не помню. Но это заметка из двух строк, которая что-то, наверное, толкнула в душе Достоевского. Естественно, что-то, наверное, толкнуло и Гончарова тоже. Но почему я подчеркиваю? Я подчеркиваю потому, что речь идет об образах лени, об образах, да, сегодня. Поэтому в сновидениях, в литературе, что это за образы лени могут быть? Что вам снится, когда вам снится лень? И вообще, что она такое? Ваша лень, а не Обломова. Обломов – это персонаж очень своеобразный, и он есть внутри каждого из нас. И Штольц тоже. Иначе бы это не задевало, не беспокоило. Это деятели-мечтатели, давайте так назовем пока, чтобы не пользоваться терминологией. И всегда это так. Ну, там, я не знаю, вот я, здесь у нас есть девушка, которая, в которой все время побеждает мечтатель, она ему не разрешает, очень хочет быть деятелем. В ней Штольц все время борется с Обломовым. Но Обломов побеждает, как бы. Но Обломов и Штольц, они замаскированы реальными персонажами. Хотя, да, это на самом деле такое достаточно типичное романтическое двойничество, как Джекил и Хайт. Да, доктор Джекил, он такой рефлексирующий, женственный немножко интеллигент, а Хайт – Хайт – грубый действователь. Вот. Просто это в прозе, в кавычках, реалистической, разведено вроде как по реальным персонажам, а в прозе романтической, позднего романтизма. Это сведено, показано, что это два начала одного персонажа. Ну, фиг с ними. Я сейчас не про Обломова, а что должно, что человеку снится, когда… Или что, о чем человек думает, когда ленится? Снится, что штуку не успеваешь делать. Так. Еще что? Снится вообще самое интересное. Да, это абсолютно точно. С моей точки зрения тоже. Когда снится суета, беготня, высокий темп, тогда, как правило, это человеку снится, что он слишком ленив в реальность. Несомненно. Это всегда сопровождается чувством тревоги и какого-то неуспевания. А что еще? Извините, у меня даже подсказка есть. Пожалуйста, пожалуйста, изучайте. Я решил, что вам будет полезно поддержаться. Это такой жезл счастья, даосский жезл жуй, он называется, правильно? Они обычно попадаются ужасно пошлые, потому что они уже в позднем Китае считаются ориентированными на богатство, на финансовый успех, на успех в светском положении, поэтому их всегда пытались там камнями украшать всякими. Ну, в общем, я их не люблю очень, а как-то однажды мне попался вот настоящий даосский с правильной символикой. Наиболее вероятная версия, что изначально это было просто чесалкой для спины монаха. Ну, там, во время медитации они замирали надолго, кусали блохи, и это был необходимый предмет. Потом они стали мыться. Да, из-за ненадобности, в общем, это образовалось, стало таким культовым предметом. Еще одна версия, как мне кажется, даже более вероятная. Это очень похоже на споры некоторых галлюциногенных грибов. В некотором смысле почти абсолютный символ лени. Да, вот. Яблоко познания добра и зла под Терренсом Маккини. Предмет действительно для медитации. Ну, а потом он стал все больше и больше символом успеха. Это случайное совпадение? И вообще, зачем нужен этот предмет? Вот я могу даже потрясти, как показать на камеру. На самом деле, им просто надо размахивать, вот так, сверху вниз, как топором, действительно. А драконы тут при чем? А они посредники между небом и землей. Они посредники между небом и землей. И вообще, на что он похож внешне? На змею. На змею. На сандарь. Ну, не знаю, у вас это вызовет ассоциацию или нет, но это мост. Мост. Ведущий в иное царство. Что-то вроде вот этого мусульманского, да, моста. Не помню, с чего он сделан. В общем, это нить, сияющая нить, по которой надо пройти, не разрезав ноги и не упасть, для того, чтобы оказаться где. В ином мире. Это дорога в иное царство. Царство драконов. Да, кто смотрел мультфильм «Аватар», вот там они для того, чтобы обрести путь к силе огня, они попадают практически в царство, сокрытое, стоящееся глубоко в горах, царство дракона. Да, где драконы, главные маги огня. Всякая таинственная вещь, она красива по-своему, правда? Потому что в ней есть тайна, которую хочется разгадать, а стало быть, поиметь. Как красивой женщине, да, вот так хочется разгадать тайну. Ковырнешь! Вот, в общем, не всегда бывает тайна. Я хочу сказать, что мы как-то говорили об этом. Что-то какие-то, на вопрос какой-то я отвечал. Но, тем не менее, воровство, и всякое обычное это именно воровство, по сути, в сновидениях, это один из образов Лени, конечно. Всякие разные цитаты из Афанасьевского сборника. Поэтому я... Вот есть такая типичная сказка о хитрой науке. Цитирую. «Бедные старухи захотелось отдать сына в такую науку, чтобы можно было ничего не работать, сладко есть и пить, и чисто ходить». Ну, в общем, сколько люди не пытались уверить старуху, что такой науки нигде в целом свете не найдешь, она все свое, продала избу, избу, наверное, и говорит сыну, «Собирайся в путь». Мне просто очень нравится, это очень точно, это из этой сказки. «Собирайся в путь, пойдем искать легкого хлеба». Вот это желание легкого хлеба. И вот дальше уже, ну, чтобы не врать, что это я, есть такое замечательное совершенно, я всем ее советую обязательно прочесть, она маленькая, я большого не советую читать никогда. Но есть совершенно гениальная статья князя Евгения Трубецкого, которая называется «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке. Я куски из нее сегодня буду читать, чтобы не делать вид, что мне легко тырить в фейсбуке. «Легкий хлеб – вековечная мечта человеческой лени». Естественно, что народная сказка с любовью останавливается на наиболее простом способе его добывания – на воровстве. потому что, ну, естественно, когда бабка все-таки пристраивает сына к мастеру, знающему легкий хлеб, как добывать, то она пристраивает его к вору. Вор этот потом на поверку, естественно, оказывается чертом, от которого потом не знаешь, как избавиться, то есть как от него сбежать. Черт оборачивается во скворца, показывает его вместе с другими скворцами матери и читает ей наставления. «Знай же, что все это люди, а не скворцы. Все также, по-твоему, искали легкого хлеба, да навсегда у меня и остались». Ну, естественно, в русской сказке эти сюжеты стержневые, осевые, международные. Скворец спасается из плена тоже с помощью хитрости. То есть он оказывается хитрее, чем сам черт. В некотором смысле, давайте говорить честно и откровенно, я не про Пушкина и не про все русские сказки, но идеал Ивана Дурака, лентяя и имели, который Трубецкой в этой статье назвал воровским социальным идеалом в 1917 году. Хотим мы с вами этого или нет, действительно является идеалом русского народа. Я хочу сказать, раз нет, ну, 90-е годы взялись откуда. Разве действовали социалистические идеалы, утопические идеалы? Нет, продолжал действовать все тот же идеал из сказок. Разве порядки, которые установились сейчас, основаны не на этих же идеалах? Ну, так, давайте честно говорить, да, у нас же клуб, в конце концов. Успешный человек у нас кто? Кто? Чиновник? Ну, чиновник он или не чиновник, неважно. Он по-прежнему, на мой взгляд, на мой взгляд, наиболее точно описывает словосочетанием вор в законе. Я имею в виду не только конкретных, да, этих самых авторитетов криминальных, я имею в виду, так же устроено, они тесно очень спаяны с государственными структурами. Почему? Ну, потому что у нас идеал в действительности, не в декларациях, не в новостях первого канала, а в действительности, он все равно оставляет, остается именно воровским социальным идеалом. В кругах, которые доверяют друг другу, так же прямо и говорят, кто сколько успел украсть, надо успеть украсть. Никто же не скрывает это, уже давно, собственно. Ну, для... Понятно, что кроме как воровать, надо еще пытаться и сохранить, и охранять свои собственные деньги, и поэтому сотрудники и подчиненные воровать не должны, это понятное дело, но в общем ничего не изменилось, и этого так боялся Трубецкой, поэтому читал эту лекцию в 17-м году во многих местах по России, ну, видите, вы же ничего не знаете о ее существовании. Она... Никаких проблем, она есть в интернете в огромном количестве видов. Я сегодня набрал и нашел целую кучу. Вот. И... А сказка разве об этом? О чем сказка про Ивана Дурака? И про Эмелю? Ну, мы... Смотрите, чтобы вы как-то для себя поняли, я пытаюсь с разных сторон рассказывать о том же самом синдроме волшебной палочки, да, или желании волшебной палочки, о форме инфантилизма, о форме... о попытке сэкономить время и усилия на деле, на труде, на работе. Ну, там... Давайте обозначим все это какой-нибудь русской пословицы, вроде дуракам везет. Это мечта о том, что вы не особенны, и со мной обязательно что-нибудь особенное произойдет, я не буду таким, как все. Да, нашими детьми ведет ровно то же самое, та же самая мечта, хотя наши дети еще хуже, чем мы, умеют выражать собственные чувства, и они не могут этого сформулировать. Но когда они упорно совершают один идиотизм за другим, то они хотят сказать мамам, а у меня получится жить легко. У вас там... Ваше поколение это... Нифига не понимаю. А у меня получится легкий хлеб. У вас нет, а у меня получится. И все это все равно упирается все тоже воровство по кругу, да, потому что другого легкого хлеба не бывает. И когда мы во сне что-то воруем, тайно забираем, что-то скрываем от кого-то, то это нам снится лень. Самым натуральным образом. Поскольку лень это и есть синдром волшебной палочки. Я просто надеялся, что вы мне это скажете сегодня. Это экономия времени и усилий. Очень... Я не знаю, как нынешнее поколение, но вообще в поколении старшем, если кто-то, не дай бог, сталкивался с этим у родителей, у знакомых, то в нем было эдакое юродство в русском пьянстве. Вот это какая-то такая тоже неосознанная словами надежда, что вот я пропью, я очищусь. И вот мне повезет наконец. В чем могло повезти? Ну, только с волшебной палочкой. Вот кто-то... И даже этого нельзя сказать про русскую сказку. Ну, во-первых, в ней, конечно, образов вот этого горя-злосчастья в русской фольклорной литературе, горя, кручины, как оживших персонажей, их больше, чем в любой литературе мира. Ну, не знаю, я не могу сказать за восточную литературу, конечно. Просто не знаю. Но чем в европейской, несомненно, больше. И человек с этим ничего сделать не может. Если в вариантах сказок, которые у нас общие с европейскими сюжетами, Иван-дурак начинает выполнять какие-то подвиги, он должен быть. то, в общем, в классической русской сказке лень это безнадюга, это невозможность ничего изменить и возможность что-то изменить либо в ином царстве, в ином мире или в волшебном способе. Нет, дело в том, что все в мире изменяется через ну и конечно чудеса у нас мечты, они тоже были всегда с этим связаны. Вот Трубецкой, мне кажется, замечательно он пишет, есть приземистая сказка, для которой искомое иное царство, в общем, есть вариант сытости. Такое настроение лучше всего характеризуется теми жирными, дразнящими аппетит присказками, которые начинаются у нас многие сказки. На море, на океане, на острове Буяне стоит бык печеный, у него в заду чеснок толченый, с одного ты боку режь, с другого макайды ешь. Ну и конечно, да, иное царство, это страна с молочными реками и кисельными берегами, где много всякого рода налитков, замечательное слово, налитков и наедков.